До наступления Рамадана осталось всего ничего. Этот священный месяц поста несет в себе бесчисленные блага от Всевышнего и каждый верующий с трепетом ожидает его наступления, обращаясь в дуа к Аллаху, чтобы даровал ему возможность встретить Рамадан и провести его достойно. Предлагаем вам ознакомиться с дуа, читаемым перед началом Рамадана, согласно соне пророка Мухаммада. Посланник Аллаху учил с подвижников читать следующую дуа перед наступлением благословенного месяца Рамадан. О Аллах! Сохрани меня для Рамадана! Сохрани для меня Рамадан и прими его от меня! Хадис привел имам Ат-Табарани. Развестение этого дуа Сохрани меня для Рамадана означает «О Аллах! Позволь мне остаться здоровым и в состоянии, чтобы я мог извлечь пользу из Рамадана». И также означает, что когда Рамадан наступает, я прошу, чтобы меня не застали плохие условия, которые могут помешать соблюдать пост, совершать богослужения и так далее. Сохранить для меня Рамадан означает дополнение к этому «О Аллах! Дай мне способность, Талфих, получить максимальную пользу от этого знаменательного случая». Много людей способны получить награду за этот месяц, но у них не получается извлечь из него пользу. Этих людей действительно жаль, да убережит нас Аллах. «И прими от меня» означает «О Аллах! И после того, как ты обещал мне награду за служение в этот месяц, не позволяя пройти всему ему впустую, не принимая моих дел». Каков статус этого хадиса? Цепочка передатчика у этого хадиса слабая, тем не менее, он подкрепляется практикой праведных предшественников, с небольшими разночтениями в формулировке, и поэтому данному хадису можно следовать. Из обычаи Саляв Первое. Имам Ат-Табарани передает, что знаменитый Табиин Мак-Уль, да смилусь над ним Аллах, читал эту дуа в начале Рамадана. Второе. Он также передает от Абдуль-Азиза ибн Абир-Аввада, что мусульмане читали подобное дуа с добавлением вышеуказанной формулировки при наступлении Рамадана. Третье. Имам Мухаммад ибн Наср Аль-Марвази записал Киям-Уль-Лайль, что сподвижники и Табиины, как правило, читали эту дуа, когда наступал Рамадан. И четвертое. Хафиз ибн Раджа передает от достойного доверия Табиина. Яхья ибн Касир, да смилусь над ним Аллах, сказал, в обычае сподвижников и Табиинов было читать эту дуа. Возможно, именно в свете этих подтверждающих передач имам Суюты, да смилусь над ним Аллах, счел этот хадис, хадис Махасан, то есть, точно достоверным. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, поделиться, оставить комментарий и нажать на колокольчик.